Добрый день, граждане Республики Казахстан. Меня звать Белялов Сергей. Я занимаюсь представлением консультации по пенсионному обеспечению Республики Казахстан. Я презентовал свою новую таблицу, где у меня есть фактические данные, возможные отчисления. Я столкнулся с тем, что, получив такой большой массив информации, он становится более профессиональным инструментом. Я раньше высылал таблицу. Самое главное, что я высылал, что их людей ожидает, что необходимо сделать. И, в принципе, предполагал, что этого будет достаточно. Некоторые открывают таблицы, некоторые таблицы не открывают абсолютно. Поэтому я сделал следующее. Теперь я не буду высылать вот такую таблицу, потому что она иногда сложна к восприятию людей, хотя я поясняю и людям предлагаю открыть. Не у всех есть компьютер. Я стал делать следующим образом. Я начал сохранять вот в таком PDF-формате. Это не меняемая таблица, просто один лист, где я указываю фамилию, человека. Фактические данные, что он будет иметь по имеющим документам. Какое возможно начисление, какие предложения необходимо сделать. При этом дается справочная информация по расчетам величинам для пенсии. Далее отдельно трудовой стаж, где видно, с чего рассчитан советский стаж. Табличная форма и что нужно сделать, красным выделяется, что нужно сделать, чтобы увеличить этот стаж. Кроме того, казахстанский стаж пенсионной члене или средство рождения детей добавляется. Выводится полные года как советского стажа, так и казахстанского стажа. И отдельно выводится стаж для расчета базы пенсионной выплаты. Это отдельно. На основании этой таблицы первая таблица и формируется, где есть солидарная пенсия, база. Дальше все пенсионные члены, которые даются для того, чтобы рассчитать казахстанский стаж, нужно обязательно его весь учесть. И вот я заполняю также таблицу и предлагаю даже на нескольких листах, чтобы люди видели, в каких периодах у них были отчисления, в каких периодах отчисления нет. Следующий лист. Это доход, который есть. Фактический доход, который человек есть. И то, что я предлагаю доложить, чтобы увеличить доход для отчисления солидарной пенсии. Эта таблица также отражается в первом листе, где есть расчет пенсии, например, он практически такой, а может быть стать вот таким. Дальше есть лист по пенсионным отчислениям с единонакопительного пенсионного фонда у мужчин и у женщин. И в каком году они выходят, такой, соответственно, пропорциональный коэффициент размер выплаты. И последний лист, если речь идет о ближайшем будущем, то я обязательно выставляю информацию прогнозируемых величин месячного расчетного показателя, прожиточного минимума. Здесь сами величины в деньговом выражении, а здесь в процентном отношении, чтобы люди понимали, какой есть прирост. Таблицу теперь я высылать не буду. Почему? Потому что, чтобы людей не путать, буду отправлять PDF форматы. Но это будет сохраняться у меня в архиве. И если законодательство будет менять величины по вашему запросу, я могу зайти изменить величины фактические, которые будут ли они больше, будут ли они меньше. Но они тут же пересчитают значение, какая будет пенсия уже фактическая и что необходимо сделать. Или больше делать доход, или ограничиться тем, что документов у нас есть. Вот такой формат я теперь буду делать. Консультации будут они вот выходить именно в таких форматах, которые можно будет распечатать и хранить у себя или на телефоне. А мне на сегодня все. Доброго дня. Стоимость консультации при предоставлении всего пакета документов 10 тысяч тенге. Таблица, если вы ее попросите полностью выслать. Я ее вышлю, но она будет стоить дополнительных денег 2000 тенге. Доброго дня.